Они их выкапывали, извергали из могил и пронзали кольями. Угнетали языческих богов, надо сказать. Славяне верили, что они происходят непосредственно от богов в самом плотском смысле. Часть славянской мифологии была позаимствована у античных народов. Зачем все-таки славянам было переходить от единобожия, вот этому многобожию? Душа все-таки мыслилась как материальное начало. Вот их души становились упырями. Сейчас это бесовски как-то выглядит для меня. И бросаете его в землю, и съедают его прах, и гнус, и черви. Мне подсказывают чересчур. Приложил карту Москве и России, то есть тогдашней, на которой мы впервые видим медведя. Просто я оставила это напоследок. Использовали этот момент как доказательство бессилия Перуна. Абсолютно любой представитель славянского племени мог прийти и сказать, я хочу быть волхвом. Смерть, она присутствовала рядом с ним с самого детства. Прасчур, береги меня. Это сознание вот абсолютно непонятно нашему сознанию. Мы никогда не сможем уже проникнуть внутрь него. Добрый день, друзья. С вами очередной выпуск «Честные истории» и у нас в гостях Сергей Эдуардович Цветков. Салют любителям русской истории. Сегодня мы поговорим про тему, которая у нас родилась во время прошлых съемок. Мы поговорили о славянах, затронули их обычаи, традиции, их происхождение, их жизнь. Но чисто по касательной прошлись по мифологии. И сегодня решили восполнить этот пробел. Поэтому сегодня говорим о славянской мифологии. Сергей Эдуардович, какое место мифология занимала в жизни древних славян? Если сказать коротко, то, наверное, всеобъемлющее. Это относится не только к славянам, но и к абсолютному большинству народов, которые заселяли Европу того времени в античную эпоху. Любое представление о мире от быта, от привычек, от каких-то бытовых мелочей и кончая такими глобальными событиями, как, допустим, война и прочее, все было включено в систему этих мифологических, или точнее, религиозно-мифологических представлений. И ничто не мыслилось в отрыве от этих представлений. Поэтому можно сказать, что это сознание абсолютно непонятно нашему сознанию. Мы можем его наблюдать лишь со стороны, но мы никогда не сможем уже проникнуть внутрь него. Если говорить о славянах, то древнейший, что ли, самый древнейший пласт мифологии, который доступен нашему вниманию, он относится где-то ко временам так называемой культуры полей погребальных урн. Это такая археологическая культура, возникшая в центре Европы, напомню, мы о ней как-то говорили в предыдущих передачах, из которой вышли все основные этносы современной Европы, в том числе славяне. Германцы, кельты, италики, лирийцы и так далее. Она сформировалась где-то в XIV тысячелетии. Надо сказать, что эта культура полей погребальных урн, согласно археологическим раскопкам, население этой культуры исповедовало солнечный культ. Что это значит? То есть поклонение Солнцу. Ритуальные предметы, различные изображения, имеющие солнечную или по-научному солярную символику, они встречаются в большом изобилии, как в виде изображений, так и в виде предметов. Скажем, бычий рога, круг, крест, это всё относится к солнечной символике. Смерть тоже являлась в виде очистительного погребального костра. Умерших сжигали. Горска пепла всыпалась в горшок, у которого было человеческое лицо. Рисовалась или при помощи глины лепилась. Именно поэтому называлась культура полей погребальных урн. Вот эта погребальная урна. А старались ли урну сделать похожей на того, кто в ней, давайте так скажем, похоронен? Ну мы не можем это сказать. Не можем. Нигде не сохранилось. Да, мы зрителю покажем изображения этих урн. Они достаточно схематические всё-таки, я имею в виду лица. И вот этот сосуд ставился в центр такого магического круга из камней, который символизировал солнце. Буквально вся жизнь, видимо, население этой культуры было пронизано этим солнечным культом. Славянский этнос сформировался в северо-восточном углу культуры полей погребальных урн примерно на территории современной Средней Польши. И уже где-то во времена Геродота, а это V век до н.э., имеем первые письменные известия о первом религиозном контакте между населением культуры полей погребальных урн и античного мира. Геродот пишет о том, что гиперборейцы, а гиперборейцы — это фактически, в понимании людей того времени, люди, живущие к северу от Дуная, не различали этнически эти племена, греки, я имею в виду. То есть они максимум знали скифов, позднее сарматов. Всё, что с севернее, — это гиперборейцы. В том числе это были и протославяне. Значит, что пишет Геродот? Что эти гиперборейцы присылали на остров Делос жертвенные дары Артемиде и Аполлону. И вот мы имеем первую зацепку. Дело в том, что культовое животное Артемиды — это медведь. — Это богиня охоты, насколько я помню. — Да, да. А поклонению медведю тоже зафиксировано и в славянской мифологии. Это раз. Во-вторых, Аполлон. А вот тут интереснее, казалось бы, славяне и Аполлон. Что общего? Дело в том, что в эллинистической эпохе один из авторов донёс до нас один из мифов о том, как в середине месяца Таргелиона, это где-то около июля, Аполлон летал к гиперборейцам на повозке, ну точнее, он летал на лебедях. На лебедях. Ну, видимо, в повозке, конечно, на лебедях. Повозка была запряжена. Ну, там просто с помощью лебедей, значит, лебеди перенесли его к гиперборейцам. Вот, казалось бы, конечно, никаких письменных записей со стороны гиперборейской культуры там не осталось, никаких преданий не дошло. Но археологи во множестве находят в погребениях и в поселениях лужицкой культуры, которые соотносятся со славянами, во множестве находят такие фигурки, на которых изображено солнечное божество, то есть такая мужская фигура с солнечным кругом над головой в повозке, запряжённой лебедями. То есть это прямое пластическое соответствие вот этому мифу об Аполлоне. То есть, может быть, у протославян это божество, скорее всего, конечно, называлось не Аполлон, но сама суть, сам культ, он сохранился и у них. Можно уточню? Можем ли мы сказать, что часть славянской мифологии была бы позаимствована у античных народов, в частности, у греков? То, что вы сейчас рассказали. Ну, вы знаете, в заимствовании, конечно, какое-то могло быть уже позднейшее. Здесь мы, скорее всего, имеем, наоборот, дело с древнейшими индоевропейскими представлениями, которые были общей для всех индоевропейских народов. Но затем в ходе исторического развития, по мере того, как индоевропейские народы отселялись и обособлялись друг от друга. Соответственно, и вот эти общие мифы стали принимать такие более конкретные формы, которые всё более и более разнились между собой. Вот здесь, видимо, тоже мы имеем дело с этим случаем. Хорошо. Такой вопрос. Когда я готовилась к нашей с вами передаче, я прочитала одно из ваших сочинений. Не буду скрывать, в кратком изложении, но тоже в вашем. И натолкнулась там на такую интересную фразу, что славянская мифология — это напластование разных эпох. Насколько я правильно... Может быть, неправильно помню, да? То есть несколько пластов было в развитии. Вот какие пласты вы можете выделить? Вы уже начали говорить про самый ранний? Давайте вернёмся к этому. Совершенно верно. Это моя мысль. Когда мы говорим о славянском язычестве, мы должны понимать, что мы имеем дело с неким слоёным пирогом. Или даже более, так сказать, если другую метафору придумать, мы можем видеть только осколки некогда гигантской мозаики. Но воссоздать её полностью уже нельзя. Почему? Потому что древнейшие славянские верования, мифология, религия, они не были записаны в своё время, в отличие от античного мира. То есть славяне не прошли, точнее, славянское язычество не прошло период вот такой культуризации мифологических представлений, их записей, переосмысления. Сразу же перешли к христианству. Но христианская культура, духовенство христианское не были, естественно, заинтересованы в том, чтобы записать эти славянские верования, чтобы как-то их систематизировать, чтобы объяснить, какое значение имело то или иное божество. Потому что для человека христианской культуры всё это бесовское прельщение, всё это служба дьяволу. И это не только не надо запоминать и передавать потомкам, это надо как можно скорее забыть и предать забвению. Что и было, собственно говоря, сделано. Точнее, попытка это была сделана. Из письменной литературы славянское язычество практически пропало, за некоторым исключением, о котором я чуть позже скажу. Поэтому, повторяю, мы можем какие-то только осколки подбирать и пытаться что-то из них слепить какую-то картину. Но, возможно, с другой стороны, что какой-то общей картины действительно и не существовало, потому что у разных славянских племён, скорее всего, и имеются этому подтверждения, были достаточно своеобразные представления, они могли быть не похожи друг на друга. Если касаться самых общих представлений, которые характерны, видимо, были для всех славян, то они впервые зафиксированы, к счастью, дошли до нас, одним из византийских писателей, это Прокопий Кисарийский. Начиная со второй половины VI века, славяне массами переходят через Дунай, начинают тревожить набегами Византию, и это, естественно, сразу же делает их предметом внимательного изучения со стороны византийских военачальников, офицеров. Вот Прокопий Кисарийский, один из таких талантливых офицеров и, что для нас главное, писателей. Религиозные представления славян обрисованы Прокопием в следующих словах. «Они считают, что один из богов, создатель молнии, именно он и есть единый владыка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных. Предопределения же они не знают и вообще не признают, что оно имеет какое-то значение, по крайней мере, в отношении людей. Но когда смерть уже у них в ногах, охвачены ли они болезнью или выступают на войну, они дают обет, если избегнут ее, сейчас же совершить богу жертву за свою жизнь, а избежав смерти, жертвуют, что пообещали, и думают, что этой-то жертвой купили себе спасение». В данном случае Прокопий рассуждает уже как человек христианской культуры, разумеется. «Однако почитают они и реки, и нимф, и некоторые иные божества, и приносят жертвы также и им всем, и при этих-то жертвах совершают гадания». Ну вот, собственно говоря, что мы знаем о религии славян в период так называемого общеславянского единства. По поводу прочитанного отрывка, наверное, нужно сделать замечание, что когда я прочитал слова, что они считают, что один из богов создатель молнии, именно он есть единый владыка всего, вот, скорее всего, у наших зрителей возник сразу образ Перуна, славянского повелителя молнии. Но в данном случае это совершенно неверно, потому что Перун не был общеславянским божеством. И как мы дальше увидим, он стоял где-то на ступеньку ниже. – А что это было за божество тогда? – Вот прямую параллель к сообщению Прокопия содержит также сочинение немецкого историка-миссионера Гельмольда, это уже жившего в XII веке, значительно позднее. Но он писал уже не о всех славянах, а только о балтийских славянах, то самое Славянское поморье, которое мы неоднократно упоминаем о наших беседах. Так вот он отметил, что среди многообразных божеств они признают и единого Бога, господствующего над другими в небесах, и что они от крови его происходят. Славяне, видите, в отличие от, допустим, христиан, которые происходят от Бога лишь духовно, по образу и подобию, то славяне верили, что они происходят непосредственно от богов в самом плотском смысле, можно сказать, генетическом. От крови их, пишет Гельмольд. То есть это все его потомки? Все славяне – это потомки некого бога, правильно? Ну, даже богов. Вот, видимо, в процессе исторического расселения разные племена, видимо, начинали считать себя потомками того или иного бога или нескольких божеств. Можно уточню? То есть если какое-то племя считает себя потомком определенного бога, а другое племя считает себя потомком другого бога, можно ли сказать, что их пантеон немножечко разнился? То есть тот бог, чьими потомками они себя считают, это верховный бог для них, а для другого племени верховный бог тот, чьими потомками они себя считают. Это разные боги. Да, мы можем так предположить, но ничего более конкретного об этом периоде общеславянского единства, который продлился фактически до второй половины первого тысячелетия нашей эры, то есть до начала расселения славян по Европе, ничего более конкретного мы сказать не можем. Я добавлю еще, что вы, наверное, обратили внимание и на почитание нимф, как пишет Прокопий. Ну, разумеется, нимф – это существа древнегреческой мифологии. Здесь он имеет в виду славянских русалок. Читала ваши книги. Вы там выделяете доброе и злое начало, как их олицетворение. Берегинь – это доброе начало, и упырей – это злое начало в славянской мифологии. Вот что это за существа и какими характеристиками их наделяли наши предки? Поклонение духам – это, скорее всего, самый древнейший вид религиозных представлений, когда люди начинают одушевлять различные предметы, которые, ну, в основном, это, конечно, какие-то природные объекты, прежде всего, которые их окружают и от которых зависит их жизнь. Но постепенно эти представления становятся более чёткими и более детальными. Ну вот, скажем, как вы правильно сказали, такие существа, как упыри, они вошли и в нашу культуру, но уже совершенно в другом, ну не то, что совершенно, но во многом в другом виде наши предки понимали под ними несколько другое. То есть вот эта эманация зла, то есть происхождение зла исходила от этих упырей. А упыри, кто это такие были? Это прежде всего были чужаки, убитые, ну то есть, допустим, люди другого племени, которые пали на войне, а также изгои, умершие изгои или убитые изгои, то есть преступники, изгнанные из общины и погибшие тем или иным способом. Вот их души становились упырями. Они могли присутствовать, или точнее населять, ну буквально всю природу. То есть, скажем, в славянской мифологии в заговорах зафиксировано, что зло распространяют 77 ветров полуденных и полумочных. И зло может таиться как в целом в предмете, а также в каждом её части, пронизывать, пронизывать всю природу. Отсюда вот это предельное, если вы когда-нибудь читали заговоры народные, приходилось вам, нет? Нет, мне, к сожалению, не приходилось. Ну, может быть, вот обращусь к нашим зрителям, если кому-то из вас доводилось или слышать, или читать, вы, наверное, обратили внимание, что обратили внимание на такую предельную конкретность этих заговоров. То есть, когда заговор читается, то он состоит фактически из перечисления явлений, которых нужно оберечь от зла. Не то, что бесконечные, но очень долгое обычное перечисление этих предметов или явлений, которые нужно оберечь от зла, именно потому что зло бесчислено, оно прёт отовсюду. А добро? Сейчас, ещё пару слов про упыри, всё-таки, да. Про зло ещё. Про зло, да. Эти представления жили очень долго. В народе, ещё после принятия христианства, один из церковных писателей, Максим Грек, как его прозвище указывает, он приехал к нам из Греции, писатель XVI века. В нашей культуре очень славный своими сочинениями и своей историей. Так вот, он, наблюдая обычаи русских крестьян, записал, например, что в случае каких-то природных бедствий, например, весенних заморозков или других, крестьяне этих пострадавших деревень пытались всеми силами обезвредить этих расходившихся упырей, то есть они приписывали эти бедствия упырям. Что они делали? Они их выкапывали, извергали из могил и пронзали кольями. Таким образом, считалось, что их вредоносная сила пресечена. Также к этой злой силе причислялись и навии. Кто это? Да. В отличие от упырей, это соплеменники. Соплеменники, но которые умерли, скажем, неестественной смертью, в результате несчастного случая, или, допустим, заблудились в лесу и не вернулись, пропавшие без вести и так далее. Это тоже их причисляли к злым силам. Что касается берегинь, ничего кроме имени, правда, очень говорящего имени, мы ничего больше сказать не можем, но, видимо, они действительно были какими-то духами-оберегателями. Личности ли, семьи ли, рода ли, мы уже уточнить здесь не можем. Но ещё очень важной фигурой, вами не упомянутой, в этом ряду именно добрых божеств или полубожеств был так называемый чур. Слышали ли вы? Про чур. Вот совершенно верно. Верно вы подметили общий корень. Я читала. А, вы читали. Я читала, просто я оставила это напоследок. Это не совсем уже очевидно для современного человека. Чур, это однокоренное слово с пращуром. Ну а пращур вы знаете, это предок, древний предок. И наверняка каждый из нас с детства всё ещё, наверное, это выражение живёт, во всяком случае, моё поколение его хорошо знает. Чур меня. Моё тоже знают. Вот отлично. То есть, видите, это выражение дожило до наших времён с каких-то незапамятных эпох. Ему не меньше двух тысячелетий. Не меньше. До христианства точно появилось. Мы по-прежнему их пользуемся. Правда, мы уже, многие люди, не понимают, что оно значит. Что значит чур меня. А это значит фактически храни меня пращур. То есть это заклинание, когда была какая-то опасность, то наш предок призывал своего предка, соответственно, который уже переместился в царство мёртвых и оттуда покровительствует своим близким, он призывал пращур обереги меня. Ну и кроме того, эти пращуры, чуры, они изображались в виде таких деревянных фигурок столбообразных, и они ставились на границах земельных участков. Зачем? Оберегают поле. Оберегают поле, которое принадлежит роду, или семье, или от вторжения злых сил. Практически круг такой, который чурит вокруг себя. Ну нельзя, это может быть, допустим, он мог стоять на перекрёстке, не обязательно прямо их было втыкать по всей окружности, по всему периметру участка. Но на каких-то главных точках ставились эти фигурки чура. И это значение, опять же, возможно, вы припомните слово, которое мы все пользуемся практически каждый день, возможно, употребляем. Попробую. Дайте намёк. Чур тоже. Но перейти границу. Нарушить границу. Граница почему-то Рубикон, но это Рим. Нет, нет, но я имею в виду границу вообще в таком смысле не обязательно государственную. Меру, нарушить меру. Мне подсказывают «чересчур». Чересчур, совершенно верно. Звукооператор подсказывает. Видите, когда-то эта фигурка оберегала границы поля, а если его пересекаешь, это «чересчур». То есть ты перешагиваешь «чересчур», нарушаешь межу, нарушаешь меру. Ну, впоследствии уже выражение стало более таким фигуральным. У меня назрел вопрос, на самом деле. Вы сейчас рассказали про всех этих духов, которым поклонялись или которых боялись славяне. Я выделила такую общую черту у всех у них, ну, практически у всех. Это смерть. Они все умерли, они все из загробного мира или вредят, или помогают. Так вот, получается, что все эти верования славян были построены на смерти, на неком культе смерти. То есть как вообще славяне относились к смерти, что они считали загробным миром, как они погребали своих покойников, во что верили в отношениях. Да, это хороший вопрос. Вот у нас, в нашем обществе, вообще в цивилизованном обществе современном, тема смерти, она изгоняется или отодвигается в тень. Странно, потому что средняя продолжительность жизни растет, вроде бы люди должны быть мудрее, понимать, что все-таки однажды наш час придет, но у нас, наоборот, тема смерти из массовой культуры вымывается. Древний человек жил совершенно в другой атмосфере, если можно так сказать. То есть смерть, она присутствовала рядом с ним с самого детства. Ну, начиная от того, что человек мог умереть в любую минуту, от болезни, от дикого зверя, от врага и так далее. И включая то, что он постоянно обращался, как вы правильно заметили, к духам умерших, злых или добрых. Но хотя наши предки и жили бок о бок со смертью, все-таки представления о ней тоже носили такой неразвитый характер. В чем это выражалось? Прежде всего, славянская мифологическая мысль, религиозно-мифологическая мысль возвысилась до понятия бессмертия души. Это, в принципе, в истории цивилизации очень важный момент любого народа и цивилизации в целом. Но по-прежнему душа все-таки мыслилась как материальное начало, в отличие от христианства. Как материальное начало. Ну и это видно даже в сохранившихся до сих пор словах. Душа однокоренное слово со словами дуть, душно. То есть так или иначе оно связано с каким-то воздушными массами, с обитанием в воздухе. Но это именно, повторяю, материальное начало. То есть это предмет какой-то? Нет, это некая воздушная субстанция, скажем так. Очень часто ее представляли в виде птицы. Скажем, очень до поздних времен дожили такие представления, что в натопленной бане навии, упомянутые, могут оставлять птичьи следы. То есть считалось, что души этих навий могут прилетать в виде птиц. Да, мы обсуждали это, кстати. И другой, напомню, пример. Другой пример, как Владимир Мономах, один из самых образованных русских людей начала XII века, тем не менее, христианин до мозга костей, тем не менее, пишет в своем сочинении детям «Сему подивуемся, как из Ирья птицы идут». Но вот Ирий — это как раз славянский рай. Он носил такое название Ирий. Причем, опять же, этот рай был не где-то в безвоздушном пространстве. Он был на востоке или на юге. То есть это вполне земная страна, просто недоступная. Именно оттуда, как видите, согласно этим поверьям, дожившим до времен Владимира Мономаха, возвращались весной птицы перелетные из этого Ирия. Но это можно сравнить с Эдемом, с какими-то другими вообще этих райских мест, мифологических райских мест. В человеческом мифологии очень много там уходит за дюжину далеко. У каждого свой, наверное. Да, и все они земные. То есть в разных, не то чтобы точках земли, но примерно в каких-то регионах тот или иной народ помещал вот этот недоступный рай. Вот славяне говорили, что он где-то на востоке или на юге, как они считали, находится. Вот эти представления порождали и соответственный похоронный обычай, то есть трупосожжение, кремацию. Вы, наверное, знаете, до сих пор там дожил обычай, его особенно в последние десятилетия активно воспроизводят на некоторых таких славянских праздниках, которые возвращаются в нашу жизнь, прыгать через костер. Да, на Иван-Купала, по-моему, прыгают через костер. Но вообще этот обычай связан именно с погребальным обычаем трупосожжения. То есть как из сожжённого тела душа перелетает в ирий непосредственно, также на этих погребальных тризнах, как они назывались, наступал момент, когда разжигался костёр, и люди начинали прыгать через костёр, символизируя тем самым вот этот неизбежный перелёт. Прямо через тот костёр, в котором, прошу прощения, сжигают умершего. Изначально, во всяком случае, скорее всего так. Сейчас это бесовски как-то выглядит на самом деле. Для меня очень... Разумеется. Но тогда в то время такое понятие, христианского понятия бесовства ещё не существовало. Вот я могу зачитать ещё парочку таких интересных свидетельств, как описывают славянское погребение. Вот, скажем, арабский писатель Ибн Русте, это конец IX-начало X века, он вообще оставил очень подробное описание славян и русов. Вот он пишет. «Когда кто-то из них умирает, его сжигают на огне, а их женщина, если кто-то умер, ранит себя ножом, руки и лицо. На другой день после сожжения этого умершего, они идут к нему, берут пепел с этого места, кладут его в сосуд глиняный, опять же отголосок, помните, того обычая, с которого мы начали, поля погребальных урн, видите, дожил до более поздних времён, и ставят на холм, то есть курган. Когда проходит год после того, как он умер, они берут 20 больших кувшинах мёда, менее или более того, и направляются к тому холму, собираются родственники умершего, едят там и пьют, затем удаляются». Поминки, надо сказать. Да, и видите, это чисто языческий обычай, но он опять же, я имею в виду поедать что-то на могиле умершего, но он дожил и до наших, в смысле, внедрился в христианские представления, до сих пор люди, посещая могилы своих умерших, на которых стоят православные кресты, тем не менее, выпивают по рюмочке, закусывают и так далее. Забавное взаимопроникновение религии, я бы сказала. Да, это говорит о том, что, конечно, языческие представления, их нельзя выкорчевать, то есть они занимают вполне легитимное, законное место в нашем сознании. Я хочу сказать, что они отражают очень глубокие какие-то архетипические представления о жизни и смерти, которые невозможно изъять из нашего разума, из наших представлений о жизни. Ну, еще надо, наверное, сказать, как славяне обосновывали этот обычай кремации. Мы это обосновываем тем, что земли мало там или не хочется покупать. Ну, в смысле... Дорого сейчас в Москве, надо сказать. В общем, разные есть в современном мире разные обоснования, почему это нужно сделать. А вот наши предки думали следующим образом. Это свидетельство записал Ибн Фадлан, среднеазиатский путешественник, который в 1922 году приблизительно посетил Волжскую Булгарию и встретил там торговый караван русов. И вот он очень заинтересовался их обычаями. Благодаря ему мы имеем подробное описание в том числе похоронных обычаев. И вот во время церемонии сожжения тела знатного руса, да, там такая произошла история, что один из знатных русов как раз в это время умер. Ибн Фадлан прямо напросился понаблюдать за тем, как русы будут совершать погребение. И вот один русский купец так разъяснил Ибн Фадлану смысл этого обряда кремации. «Вы, о арабы, глупы», сказал он. «Воистину вы берете самого любимого для вас человека и из вас самого уважаемого вами, и бросаете его в землю, и съедают его прах и гнус и черви, а мы сжигаем его во мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас». Вот видите, вполне такое логическое здравое суждение. Не будем касаться сути, да, но… Сейчас тоже многие так объясняют, на самом деле я слышала, по крайней мере, такие объяснения, похожие на диалог Ибн Фадлана с русом. Да. Ну вот видите, да, это говорит о том, что наша сегодняшняя беседа, она не академическая, а имеет очень много соприкосновений с сегодняшней живой жизнью. Давайте все-таки перейдем к пантеону богов, которые были у славян от их верований. Тоже прочитала такое интересное выражение у вас «языческий монотеизм». То есть для меня это какой-то оксимарон, как горячий снег. То есть получается, что был такой период у славян, когда у них был единый бог, или я неправильно поняла это выражение? Ну это скорее надо понимать так, что языческий монотеизм это древнейшее архаическое представление о космическом единстве всего сущего или всей природы. В тот период вряд ли не существовало в представлении славян других богов, но так или иначе, как бы главным среди них отцом всего сущего являлся один бог. То есть в многобожии классическом нет вот такого бога-отца. Классическом. Потому что тот же Зевс, допустим, это сын Кронос. А вот Кронос, допустим, он как раз очень подходит на роль тоже такого космического божества. Про отца для всех богов. Ну или для главного бога. Да, да. Ну, собственно говоря, и в христианской религии отчасти это отражено, потому что есть бог-отец, бог-сын. Хотя там, конечно, совершенно между ними богословие христианское предполагает другие отношения. Но тем не менее создатель-то мира это бог-отец всё-таки. Но существует три эманации божества. Три ипостаси. Так вот, возвращаясь к славянам. Вот это космическое божество древнейшее носило имя Род. Это мужчина. Да, это мужчина. Значит, я вам зачитаю, опять же, свидетельство по этому поводу. От XII века осталось церковное сочинение слова об идолах. Это один из священников попытался систематизировать вот эти древнейшие славянские представления, и как раз очень кстати для нас описал многие вещи, которыми историки пользуются, когда пытаются реконструировать славянское язычество. Так вот, по его словам, славяне начали трапезу ставить Роду и рожаницам прежде Перуна, бога их. То есть тут, видите, как раз отражено то, что Род это более древнее, более древнее верование, более древнее божество, чем Перун и те боги, о которых мы скажем позже. Боги, условно говоря, славянского Олимпа. Почитание Рода оказалось чрезвычайно живучим, и уже спустя много столетий после принятия христианства священники духовенства, которые проникали все дальше и дальше, все глубже и глубже в леса Древней Руси, поселения эти разбросанные, они встречали там вот это поклонение Роду. Интересно, что историки, культурологи долгое время считали, что Род, согласно прямой этимологии, что это некое семейное божество, ну, родовое, то есть это покровитель некого коллектива небольшого. Можно уточню, то есть это не единое верховное божество, а это у каждой семьи свой род? Вот в том-то и дело, да. Во многих сочинениях исторических, посвященных славянскому язычеству, встречаются утверждения о том, что Род это некое божество, достаточно мелкое, покровитель определенного племенного коллектива, точнее, части племенного коллектива, или Рода, или семьи конкретно. Ну, скорее всего, родничьих каких-то. Но было обращено внимание, наконец, на одно место в богословском сочинении о вдуновении духов человека, которое содержит толкование слов Иисуса Христа о Боге Отце. Отец мой делатель есть даже и доселе. Ну, иначе говорят, то есть Бог всё создал и продолжает создавать до настоящего дня. Отец мой делатель и доселе. То есть Бог никогда нас не покидает, он продолжает своё творчество. Так вот, оказалось, что этот древнерусский книжник посвятил свой комментарий разоблачению языческого заблуждения, согласно которому Род предстаёт равным по могуществу самому Богу Отцу, Саваофу. Саваофу? Саваофу. Ну, Иегова, Саваофа, Ягвея, это всё имена одного Бога Отца, Бога Отца христианства. Это в иудаизме или в христианстве? Ну, как сказать, Саваоф – это больше уже христианское имя, Иегова – это иудаизм. Поняла. Но это одни и те же, как бы одна и та же личность. Так вот, зачитаю этот отрывок. «То не Род, сидя на воздухе, мечет на землю капли, груды, и в том рожаются дети. Всем бы есть Творец Бог, а не Род». Стало понятно, что ни о каком семейном божестве речи не может идти, потому что, видите, тут Род сравнивается с Богом Отцом. негодует этот церковный автор, что не этот ваш Род, в смысле, обращаясь к язычникам, не он делатель всего и создатель всего, а Бог Отец. Понятно, что Род равнозначен Богу Отцу, то есть это тоже Творец мира, но уже в славянском языческом представлении. А то, что он вот эта оплодотворяющая сила дождя, заметили, да? Он не громовержится. «Род, сидя на воздухе, мечет на землю груды капли, и в том рожаются дети». Вот эта оплодотворяющая сила дождя, она же, вспомните, известный нам всем миф. О чём именно? Как Зевс совшёл к Данае, вспоминаем картину Рембрандта, «В виде золотого дождя». Оплодотворил её. То есть я хочу сказать девушке «Осторожнее в дождливую погоду». Говорят, ветром надуло обычно. Видите, тут, хотя нам кажется, что религия древних греков это что-то совершенно другое, но мы видим, опять же, какие-то общие мифологические представления, которые, видимо, относятся к этой индоевропейской эпохе, которые у разных народов по-разному уже обыгрываются, притворяются в жизнь. Вообще гром-то, я вижу, и молнии, и дождь. Поэтому мы можем сказать, что, скорее всего, возвращаемся к началу нашей беседы про копий Кисарийский, где он пишет о некоем едином божестве, который молнии кидает вниз на землю. Это, скорее всего, этот род. Это не Перун, скорее всего, имеется. Помните, как он пишет, что это божество, повелитель всего. Это как раз мы можем сказать только о роде. Но, возможно, этот род имел разные имена. У разных племён. Да. Это совершенно тоже обычное явление во многих религиях, когда одно божество имеет различные имена или эпитеты. Поэтому, скажем, у балтийских славян на острове Рюген известное было божество по имени Святовид, чьё могущество тоже абсолютно равнялось могуществу рода. Так что, скорее всего, можно говорить о том, что это одно и то же существо, но под разными именами. Кроме того, здесь упоминаются некие рожаницы. Если вы обратили внимание. Кто это? Не только род. Славяне ставят трапезы роду и рожаница. Рожаницы. Опять же, о них ничего конкретного сказать нельзя. Можно только предположить, что это некие богини-праматери, которым поклонялись вместе с родом. Но с течением времени по мере укрепления патриархального общества их статус понизился. И они, видимо, то ли дочери, то ли жёны этого рода в каком-то таком статусе пребывали. К моменту их письменной фиксации. И, кстати говоря, эти изображения двух женщин, двух рожанец можно видеть на многих древнерусских вышивках, которые этнографы встречали в северных сёлах Вологодчины ещё и в XIX веке, и в начале XX века. То есть уже не имея возможности объяснить, то есть у крестьянок спрашивали, а кто это, кого вы вышиваете, они уже не знают. Бабушка так вышивала, я так вышиваю. Да, да. Но вот это изображение дошло. Две женщины, это, по-видимому, две рожаницы. Но с течением времени, где-то, наверное, где-то уже с VI, VII, VIII веков на место этому древнейшему архаическому божеству, роду, приходит, как мы его условно назовём, славянский олимп богов. То есть, опять же, там есть много соответствий к греческому олимпу, поэтому я его так обозначаю. То есть некий пул, некий, так сказать, вип божественных существ. Вип-пантеон. Да, пантеон. Но о нём тоже можно говорить в известной степени предположительно. Почему? Потому что вот эти имена нескольких божеств, которые используются, в основном они попали к нам из повести временных лет, из истории о том, как Владимир крестил Русь, точнее, несколько лет до этого, о том, как он провёл языческую реформу. То есть, как сказано в летописи, вынес божества с двора тюремного, то есть княжеского, и поставил их для всеобщего поклонения всем киевлянам. И дальше в повести временных лет перечислены имена этих богов. Но дело в том, что разные списки летописи содержат разные имена. Ну, не то, что в смысле разные, а их количество. Допустим, есть списки летописи, которые вообще говорят только Перун и Велес упоминают, вот и всё. А есть списки летописи, упоминающие Перун, Велес, Сварог, Макош, Семаргл, Хорс. То есть, видите, увеличивается количество этих божеств. Поэтому тоже тут надо сказать, что в науке нет общего взгляда на то, какие божества являются самыми древними для славян, которые жили на территории нашей страны, которые были, может быть, привнесены позднее. Ну, в целом, давайте поговорим всё-таки о полном списке этих божеств, чтобы у наших зрителей было такое полное представление об этом вопросе. Можно вопрос? Зачем всё-таки славянам было переходить от единобожия, у них был род, по сути, верховный бог, вот этому многобожию, что их сподвигло, придумать себе кучу кумиров вместо одного? На ваш взгляд? Ну, может быть, науке известно это? Если говорить об этом в рамках научного атеистического мировоззрения, то обычно эта дифференциация божеств связана с усложнением социально-экономических условий жизни. То есть по мере того, как выделяются отдельные ремёсла, занятия, появляются, скажем, могущественные племена или отдельные личности, и, соответственно, усложняются и сакральные силы, которые им покровительствуют. И, соответственно, в какой период времени какое занятие, что ли, или какая сторона жизни наиболее сильно влияет на данную популяцию, эта сила обычно и обожествляется, и конкретизируется. У славян война, то есть Перун у них занимает высшее место, правильно? я в данном случае ошибся, начав с Перуна, потому что начать надо всё-таки, наверное, со Сварога, потому что Сварог это солнечный бог, солнечный бог, и он, разумеется, стоит выше Перуна, или стоял выше Перуна в славянских представлениях, как отражение этого общего солнечного культа, который славяне принесли с древнейших времён. Потому что славяне земледельцы? Потому что они выращивают урожай, им нужно солнце для того, чтобы он был хорошим? Солнце, понимаете, как податель всего, податель жизни, и вместе со Сварогом, почти что ноздря в ноздрю, в одной шеренге идёт даже бог, и темология которого, сама этимология говорит о том, что это податель неких благ. Причём слово о полку Игореве, точнее, его автор, уже в XII веке уточняет, что он называет славян, русов, даже божьими внуками. Опять же, это происхождение по крови. От крови богов. Вот видите, восточные славяне считали себя внуками даже бога. Видимо, вместе со Сварогом даже бог был подателем жизни, благ и так далее. Поэтому это, безусловно, высшие личности в этой божественной иерархии. А вот потом действительно, может быть, даже найти не первую, но опять же третью, а возможно, надо поставить Велеса. Скоттий бог. Велеса, да. Само его слово, то есть само его имя, оно восходит или связано с мехом. Волоха означает шкуру, а волохатый это значит мохнатый, косматый в древнеславянском языке. Поэтому Велес связан, как Скоттий бог, вообще связан с медведем, как мохнатый некое существо. И археологи считают, что почитание медведя вообще возникло в так называемую мустиерскую эпоху. Она обозначается сотой-тридцать-пятой тысячелетия до нашей эры. Тысячелетие. Вот именно тогда возникают, ну, видим, появляются охотники на медведей. Первобытные люди еще. Нет, именно охота на медведя. Еще раз, сотый. Сотый-тридцать-пятый тысячелетие до нашей эры. Тысячелетие. Тысячелетие. Это очень давно. Вот тогда начинают откапывать медвежьи кости в захоронениях или на стоянках древних людей, что свидетельствует о том, что на них охотились. А о том, что они становятся племенным тотемом, свидетельствует то, что голова и лапы медведя не употреблялись в пище. Они невкусные? Нет, они считались самыми священными. Частями тела, которые хранят эту магическую силу зверя. И вплоть до того, что в конце 19 века даже русские этнографы во многих селах встречали такую вещь, что ограда для скота, жердь, и на одной из жердей надета медвежья лапа. С мустьерской эпохи это верование дожило до конца 19 века, что Велес как оберегатель стада, поэтому скоть и бог. Можно про медведя уточнить? У нас же медведь Россию символизирует. Это оттуда пошло? Что? Это символ? Нет, вы знаете, об этом интересно поговорить, но впервые Россию и медведя в одном флаконе соединил Сигизмунд Герберштейн. Это автор, австрийский дипломат, путешественник, который несколько раз приезжал в Москву при Василии III в начале 16 века. И вот в своем сочинении он приложил карту Москвы и России, на которой мы впервые видим медведя. В одном из углов этой карты нарисован медведь. Это, можно считать, начало этого мифа или мифологии России-медведь. Давайте к пантеону вернемся, я Вас немножко уделаю в сторону. Да, Велес немножко другой. Сейчас я Вас выведу на неожиданное сравнение. Впоследствии, когда скотт стал обозначать уже с развитием денежных отношений само богатство и даже деньги. То есть скот вы можете в древнерусских памятниках встретить в значении деньги. Потому что происходил обмен на скотт? Да, потому что скот, как животное, это и были передвигающиеся деньги, передвигающиеся богатства самые древние, которые не нужно было носить в кошельке. Соответственно, потом это понятие перенеслось на деньги как выражение стоимости этого стада. Так вот, как скотт и бог, еще и покровитель богатства. В слове о полку Игореве Велес, точнее, не Велес, а наш певец Боян Боян. Боян. Не путайте с Бояном. Боян – это инструмент. Боян. Он назван Велесовым внуком. Из разных опер они, мне кажется. Один поет, а другой покровитель спецкаку. Смотрите, скотий бог и покровитель певцов. Ничто вам не напоминает из античной мифологии? Никого точнее? Паввен. Это Рим. Смотрите, кто покровительствовал искусством? В греческой, в римской? В греческой, в римской. Я, если честно, не помню, я забыла. В классе в пятом. Аполлон. Ахаполон, Ахаполон, да. Он всегда изображался с лирой, допустим. Покровитель искусства. И в то же время в одном из мифов он пасет стада у царя Адмета. То есть, видите, совершает ровно, в смысле, он наделен теми же самыми функциями, что и Велес. Скотий бог, покровитель богатства и покровитель певцов. Поняла, разные такие функции у него. Но Аполлона мы привыкли представлять в виде такого красивого божества. А Велесе мы ничего не знаем, как он выглядел. Точнее, только по известию повести временных лет, что идол Велеса стоял в Ростове. Там это было главное божество. Кстати говоря, видите, те славяне, которые жили на территории примерно Московской и Ярославской области, очевидно, поклонялись своему богу Велесу. Но в то же время Велес в других текстах выступает, как покровители других и других славянских племен, а в частности русов. Потому что в договоре о Игоре и Олеге с греками он фигурирует как божество, которое отвечает за верность клятвам и соблюдение взятых обязательств. А вместе с ним за то же самое отвечает Перун. Вот, наконец, дошли мы и до него. Что это за божество? Ну, он тоже относится к древнейшему слою верований, причем не только славянских, а индоевропейских. Когда в 1960-х годах была обнаружена хеттская цивилизация на территории Малой Азии, Турции, это было буквально одна из самых потрясающих археологических открытий XX века наряду с троллей Шлимана. Хеттская цивилизация, она буквально перед историками из небытия была извлечена. Это казалось, что это огромная империя, которая в свое время играла существенную роль в делах всего восточного Средиземномории, а потом была разрушена ахейскими племенами, которые вторглись с территории Балкан, и отголоском этих событий является Троянская война. Но это... Уходим в сторону. Вот хеты, их язык относится к индоевропейским языкам, вымершим языкам, но его все-таки расшифровали. И в хеттских текстах встречается слово Перуна. Что оно значило? Перуна, которое означает скала. Вот здесь мы можем понять, как у индоевропейцев возник этот образ громоверца. То есть самая высокая гора, скала всегда обожествлялась. тот же Олимп. Если вы были в таких местах горных, вы знаете, что они обычно окутаны облаками, а в ненастное погоду там бьют молнии. Вот прямая связь. На горе обитает кто? Бог Громолик, который мечет молнией. Вот отсюда возникает этот образ Перуна. Но причем опять же, что это индоевропейский образ, понятно еще и потому, что это же божество с несколько искаженным именем известно у балдских народов, скажем, литовцев, латвийцев, Перкунос, они его называют, Перкунос. А у кельтов древних он был известен под именем Перкунья. Перкунья? Перкунья, да. Забавное слово. Все это разные просто имена, разная голосовка одного божества, бога-громовика. Ему был посвящен четверг, его священный день. Тут опять же можно вспомнить такую поговорку, которыми мы пользуемся до настоящего времени, после дождичка в четверг. Как это связано с Перуном? У поморских славян четверг это вообще Перунда, Перунов день. И кстати говоря, если вы четверг по-английски как? А если мы произнесем в латинской транскрипции? Ой, это сложно. Торс дэй. А, тор, громовершец, товарищ с молотом. Фактически то же самое, четверг. У немцев это донорстаг, а донор это тот же тор. Донор. Донор. Древнего германца. Древнего германца. У римлян Юпитер. Почему четверг-то выбрали? Четверг мы не можем сказать, почему выбрали. Но я хочу сказать, что видимо в период христианизации Руси христианские богословы использовали этот момент как доказательство бессилия Перуна. То есть язычники привыкли допустим возносить в засушевый период возносить Перуну молитвы, чтобы он ударил молнией и пошел дождь. А видимо христиане когда этого не происходило естественно в 99 случаях из 100 то христиане говорили ну что ваш Перун дождик ваш пойдет в смысле дождетесь от него после дождичка в четверг. То есть никогда получается. То есть фактически да в христианской как бы приложение этой поговорки это стало означать наоборот поругание Перуна и всех таких верований. Священным деревом Перуна был дуб. Об этом сохранилось известие кстати говоря Константин Багринародный описывая плавание русов из Киева в Константинополь очень подробно. он говорит о том что достигнув острова Хортицы русы высаживались и на этом острове приносили жертву Перуну и вот как он их описывает эти жертвы. Значит по его словам на острове стоял громадный дуб то есть дерево Перуна возле которого русы приносят в жертву живых петухов укрепляют они и стрелы вокруг дуба а другие кусочки хлеба мяса и что имеет каждый как велит их обыч бросают они и жребий о петухах или зарезать их или съесть или отпустить их живыми. В славянской мифологии дуб вообще символизировал источник жизни мировое древо и то что русы выбирали для этого остров Хортицу это как раз очень символично потому что это мировое древо обычно посреди океана и стоит на неком острове. Археологи нашли полное соответствие этому описанию то есть со дна Днепра возле Хортицы как раз были извлечены дубовые стволы утыканные или стрелами точнее наконечниками стрел вот как пишет багрянародный или кабаньями клыками то есть это тоже очевидно какие-то ритуальные жесты у Перуна что могли просить поскольку это был торговый караван видимо речь шла о благоприятном плавании скорее всего и защита от набегов печенегов Сергей Эдуардович мы вот все говорим про мужчин богов а может быть поговорим про женщину да об этом необходимо сказать потому что мы знаем только одну женщину богиню древнеславянскую макош в разных источниках можно встретить мокош макиш некоторые другие видоизмененные имя мы будем называть макиш скорее всего это божество опять же не было общеславянским было характерно только для восточных славян потому что никаких упоминаний а макиш у западных южных славян нет поэтому возможно также некоторые историки предполагают что это божество родилось на почве слияния славянской и финской мифологии потому что финно-угры как вы знаете населяли наши места до того как сюда пришли славяне возможно это такой богиня симбиоз но с другой стороны у нее в ее имени есть совершенно четкий славянский корень кош но я вам напомню что такие слова как кошелка кошель кош сам по себе хранение да некий короб для хранения чего-то вот поэтому из этого мы можем сделать значит вывод о том что макиш скорее всего символизировала собой вот эту вот удачу судьбу и была богиней плодородия богатство возможно богатство это велес уже скорее она именно плодородной силы а поскольку в те времена каждый урожай в каждом году он был непредсказуем вот отсюда этот кош стал и сама макиш стала символизировать удачу судьбу будет не будет без удобрения это тяжело да это значение это значение отражено в такой тоже поговорке которую мы знаем она достаточно старинная правда уже христианская но послушайте ее бог не макиш чем-нибудь да потешит то есть тут видите опять выражено вот это вот недоверие к макиши как как богине удачи то есть она может потешить а может не потешить а будешь поклоняться богу христианскому он свое слово сдержит угнетали языческих богов надо сказать не то слово угнетали свергали сжигали предавали забвению вот но вытравить их из народного сознания так и не смогли Сергей Эдуардович про богов мы поговорили ну наверное не всех затронули но всех это объять необъятное давайте затронем особое сословие наверное такое славянское которое этим богам служило волхвов как оно оно у нас было развито вообще или оно так и не достигло верхушки своего развития из-за христианства кто это такие были да об этих людях необходимо поговорить в рамках данной темы прежде всего должен сказать что мы должны строго отличать волхвов от жрецов ну иногда там в некоторых текстах вы можете встретить такое размашистое определение волхвов как языческих жрецов это глубоко неверно сейчас объясню почему дело в том что волхв это некий гадатель значит который назначает себя сам в этом статусе и должен подкреплять этот свой статус ну буквально ежедневно различными удачными гаданиями излечениями в общем какими-то действиями такого сакрально-ритуального характера в то время как жрец избирает в смысле он не назначается не самоназначенец он избирается некой коллегией группой опять же людей которые монополизировали связь с божеством и как только он становится жрецом укрепляется или принимается в эту группу он отныне теряет всякую необходимость подтверждать этот свой статус какими-то удачными поступками сакрально удачными поступками в христианстве как вы знаете даже когда начинают обличать того или иного священника что он неправедно живет такие-то у него грехи подвержены тем-то и тем-то нехорошим поступком каким-то но обычно говорят что в его оправдании что несмотря на это тем не менее Господь милостив к нему ну не к нему в смысле в этом храме все равно Господь присутствует несмотря на личность священника какова бы она ни была значит нехороша не соответствовала духовному сану но тем не менее если этот нечестивый священник влагает вам в рот значит причастие то все равно через это причастие Святой Дух все равно не сходит на человека можно уточнить про волхва вы сказали он назначает себя сам то есть абсолютно любой представитель славянского племени мог прийти и сказать я хочу быть волхвом я буду служить ну нет не то что конечно или были какие-то критерии не то чтобы пришел и сказал нет ну разумеется это были люди необычные вот с какими-то сильными такими чертами характера возможно возможно они обладали некими значит необъяснимыми свойствами ну и до сих пор есть такие люди которые обладают свойствами которые наука пока не может объяснить вот ну так или иначе они должны были что-то совершить это могло быть преднамеренно допустим это могло быть непреднамеренно в период допустим там мора болезни голода что-то такое произошло с этим человеком или он там спас кого-то и так далее в общем его могли начать наделять вот этими сакральными значит такой оболочкой вокруг него ореолом вот он мог в этом статусе укрепляться но могло быть и по-другому мы просто точно об этом конечно не знаем как это происходило другое дело что повторяю не было не было какой-то касты волхвов которая бы воспроизводила сама себя путем набора новых членов понятно и причем этих волхвов можно было допустим убить иногда если они как-то себя нехорошо вели там или не могли прекратить там засуху там или наоборот потоп наводнение не исполняет свои функции значит можно убить совершенно верно значит он перестал быть близок к божеству и становится не нужно или допустим он не сумел поддержать священный огонь в своем капище дождь его загасил и пожалуйста значит не уследил какой-то волх освободите место да так вот эти волхвы значит история религии свидетельствует что только жреческая каста способна ну придавать религии какие-то характерные черты систематизировать религиозно-мифологические представления развивать их проповедовать в массах и так далее и так далее все это мы видим в истории античного мира на примере вот древней Греции древнего Рима где эти жрецы существовали и пережили падение античного мира потому что допустим жрецы Гаруспики это жрецы этрусков которые гадали на внутренностях животных их услугами пользовались еще христианские императоры 5-го и 6-го веков что касается волхвов то они конечно не исчезли сразу но при столкновении с христианством особенно в виде когда христианство приходило в виде князя с дружиной естественно волхвы ничего противопоставить им не могли и христианизация данного края происходило более-менее быстро но ведь и волхвы никуда не исчезали они уходили в леса но наступал момент когда население становилось недовольным княжеской властью в результате естественно в результате каких-то бедствий поражения войне или опять же природных бедствий возникали восстания и вот от 11-12 веков мы имеем несколько сообщений о том что такие восстания против княжеской власти как раз предводительствовались волхвами и происходили они как раз как правило в Суздальской и Ярославской областях где это влияние волхвов держалось очень долго и было достаточно сильно но все-таки поскольку христианство повторяю застало славянское язычество в эпоху неразвитости когда оно еще не достигло степени развития античной цивилизации у славян только-только начала проявляться письменность у них в этих славянской мифологии еще не было никакого этического морального интеллектуального элемента который писатели допустим философы могли бы развить в какие-то оригинальные концепции мифологические как это произошло допустим у Платона который многие мифы включил в состав своей философии переосмыслив поэтому и не было развитой жреческой касты поэтому христианство довольно быстро одержало победу в Древней Руси но на уровне народных масс так и не смогло вплоть до настоящего времени искоренить все пережитки язычества ну да как мы видим и вы привели много примеров этому язычество то есть язычники в нас до сих пор где-то очень глубоко но живут все-таки во что-то мы верим от наших предков спасибо вам большое было очень интересно оставайтесь с нами смотрите честную историю салют спасибо за субтитры спасибо за субтитры